Мы, кстати, сегодня так как-то вот, между прочим, затронули эту тему, что спортивная активность и активность, в принципе, человека делает счастливее. Вот со следующими нашими гостями мы будем говорить именно про нее. У нас в гостях Гольцова Марина, председатель комиссии «Скалолазание», Тарасова Настасья, абсолютный чемпион города Бишкек-2017 в группе 2004-2005, и Ильгиз Чингараев, чемпион города Бишкек-2017 по лазанию на скорость. Доброго утра вам! Здравствуйте! Вот Марина, вы сказали о том, что «Скалолазание» попало в список Олимпийских игр. Да, в 2020 году «Скалолазы» будут представлять свой вид спорта на Олимпийских играх в Токио. А в 2018 году наши спортсмены могут уже выступать на молодежной Олимпиаде в Буэнос-Айресе. А почему я это сказал? Для того, чтобы придать статусности на самом деле этому виду спорта, потому что многие думают, «Скалолазание», ну, решили, я не знаю, полазать, решили немного прослабиться, как-то провести время. На самом деле это серьезный спорт. И совсем недавно в Бишкеке прошло открытое первенство и чемпионат. Все верно? Да, да, конечно. Расскажите, как это было, кто участвовал и насколько вообще этот вид спорта популярен в нашей стране? Ну, «Скалолазание», оно развивается во всем мире очень динамично. Это такой молодой, динамичный вид спорта, хотя, в общем-то, он имеет очень древние корни, потому что, ну, процесс лазания для человека так же естественен, как ходить, бегать, прыгать. Ну и, в общем-то, зачатки именно спортивного скалолазания, вот в Советском Союзе, они начались в 40-х годах прошлого века с началом первых соревнований по скалолазанию. Ну, наша страна, в общем-то, тогда, наверное, тоже начала развивать этот вид спорта, мы можем сказать смело, потому что у нас появились первые лагеря, первые альпинисты, первые скалолазы. Ну, вот настоящее такое спортивное именно скалолазание, конечно, появилось с падением железного занавеса в Советском Союзе, когда скалолазание советское стало объединяться с европейским. И у нас в стране тоже стали появляться, мы не отстаем от мира, у нас стали появляться скалодромы. Первый скалодром мы строили в 93-м году, постепенно наша материальная база скалолазания ширилась, ширилась. Вот только за последний год у нас уже три скалодрома новых появилось в Бишкеке. Да, ну и, соответственно, поскольку это все-таки вид спорта, проходят какие-то соревнования. В годовом цикле у нас, ну, около 8-10-12 соревнований, может быть, начиная от клубных и заканчивая чемпионатами Центральной Азии, которые проходят в Бишкеке. Ну, вот, как вы сказали, у нас буквально в эти выходные прошел чемпионат города, это последние наши такие соревнования, рейтинговые, большие. В них принимало участие около 90 спортсменов из Кыргызстана и Казахстана. Ребята были поделены на возрастные группы, и мы соревновались в двух видах – в лазании на скорость и в лазании на трудность. Вот на скорость, да, наверное, стоит задать вопрос нашему гостю Ильизу. Это очень, мне кажется, необычно. Вот что самое главное в вашей дисциплине? То есть я правильно понимаю, вас оценивают, как вы достигли той или иной вершины за определенное количество минут или секунд? Или как это происходит? Расскажите. Секунд? Да, зависит от трассы. Какая высота? Давайте начнем с этого. Высота стандарт у нас 15 метров идет. Это, грубо говоря, четырехэтажное здание. Да, примерно так. Какое время? За 15 метров, ну, там 15 метров 7 секунд, 6 секунд. 7 секунд. Как Человек-паук. Ну, почти, да, только без паутины. Получается, на крышу телеканала НТС вы сможете взобраться... За 7 секунд? Ну, может, немного больше, в течение 10 секунд точно. Да, возможно. Анастасия, расскажите, как вообще этот вид спорта в вашу жизнь попал? Как вы стали заниматься этим? Это, кстати, абсолютный чемпион возрастной категории от 2004 по 2005 год. Ну, я сидела дома, а папа как раз работал в центре, там, где скалодром стоит. Начала я заниматься в Астане, в Казахстане. Папа работал на этаже, на третьем этаже, и увидел, как лазают. Он мне говорит, давай попробуй. Ну, я пошла, пролазила, и мне понравилось. Потом начала лазить, и на третье соревнование поехала в Талдыкурган. На соревнование заняла 19-е место. И потом, через некоторое время, прям хорошо начала заниматься, и быстрее, и начала как развиваться. Настасья, вот скажите честно, пульта телевизора просто сверху спрятали где-то, и вы понимали, да, что нужно каждый раз забираться туда, или нет? Или вот почему именно скалолазание? Потому что, да, папа работал, но вот, на самом деле, видов спорта очень много же, и папа мне скажет, такая хрупкая девушка. Ну, мне очень понравилось, это как, когда ты боишься высоты, то есть можно как побороть свой страх, это вроде бы и интересно. Не многие же занимаются скалолазанием, а это редкий и такой спорт. Когда ты лезешь, это очень интересно, там, когда ты начинаешь быстро лазить, тебе вот, на тебя смотрят, и очень, ну, классно. Ну, вот такой тогда вопрос, Кургиза, в том числе, что самое главное, какими качествами должен обладать спортсмен, вот, именно в вашем виде спорта? Все-таки пальцы, может быть, накачанные ноги. Ну, скорее всего, ноги хорошие, потому что у нас идет большинство техника на ногах, то есть взрывная техника на ногах, и толчок идет от ноги, как бы, а руками ты просто уже придерживаешься ближе к стене, чтобы не улететь вообще. Ну, вот человек, который, скажем так, является самым опытным в скалолазании в этой студии, сейчас поднимал палец, вот, вы хотели что-то добавить? Да, на самом деле, скалолазание, оно развивает динамично все группы мышц, и вот в Европе, в России он имеет статус фитнес-спорта. Во многих, да, фитнес-центрах стоят скалодромы, и помимо спортивного скалолазания, очень популярно развит фитнес-скалолазание. Угу. Вы в процессе, у вас есть страховка, меня интересует этот вопрос, потому что это еще и очень опасно. Ну, а какие-то были такие травматичные моменты, может быть, это подстегивало, наоборот, развиваться, не хотелось никогда все-таки забросить это дело? Нет. Угу. А вас, Эльгиз? Нет. Угу. Скажите тогда про то, что вы принесли, мы видим, какое огромное количество медалей сейчас лежит на нашем столе. Настасья, это ваше или наполовинку как-то с Эльгизом? Ну, это мои, вот это вот. Это все ваше? Так. Ну, медалей больше, чем за мои 25 лет. Еще дипломы. Есть еще дипломы, да, целая папка, видишь, припрятаны. Ну, а какая-то есть самая ценная медаль, самая вот близкая к душе или очень сильно, ну, как выстраданная, что ли, да, будем говорить так, где много усилий приложено? На чемпионате Федерации было очень сложно, потому что я боролась с Коротковой Василиной, она лазит, как я, и был очень такой забег, когда все прям думали, что там прям вот на И3, ну... Ноздря в ноздрю, вы лезли вверх, но ты одержала вверх, получается, в этой минуте. Да, там было, чтобы я обогнала один раз ее, и отбирается лучшее время, и у кого лучшее время, тот занимает первое место. Так. А у нас на одну миллисекунду я ее выиграла, то есть это даже... Мой тренер говорит, что она лучше, когда поднимали руку, а оказалось, что, ну, я одержала победу. Ну, то есть там такая разница. Скажите, пожалуйста, а какие у вас вообще планы, какие перспективы? Может быть, еще грядут какие-то соревнования, или какая-то планка определенная есть, международная, что вы хотите достичь? Ну, вот у нас в Сингапур мы поедем в августе на чемпионат Азии. Ну, хотелось бы победить. Ильгис, а у вас? У нас пока вот в сентябре тоже чемпионат Азии в Тегеране будет. То есть есть к чему готовиться? Есть куда стремиться. Это здорово, да, причем одержать высоты, это в данном случае в буквальном смысле этого слова. Спасибо вам огромное, мы вам хотим пожелать, естественно, побед. Привет, пускай все будет легко и хорошо, хотя, наверное, когда легко, тоже неинтересно, все-таки какие-то препятствия должны быть. Ну, а вам, Марина Ривисовна, спасибо за то, что развиваете этот спорт в нашей стране, это очень интересно на самом деле. И пускай как можно больше людей будут заинтересованы им. Спасибо огромное, друзья. Мы продолжаем говорить сегодня про те моменты, которые делают вас счастливыми. Если вдруг вы тоже занимаетесь какой-то физической активностью, дозваниваетесь и рассказываете, что это у вас.